24 и 25 апреля в Москве в Институте Европы Российской Академии Наук состоялась двухдневная международная научно-практическая конференция, которая называлась «Религиозная миссия в современном европейском обществе. Историческое и культурное сообразие». Она была организована по инициативе Института Европы Российской Академии Наук. Кроме известных российских исследователей, представлявших крупнейшие учебные и исследовательские заведения Москвы, такие как Московский государственный университет имени Ломоносова, Институт востоковедения, Институт всеобщей истории, Институт социологии, Институт США и Канады, в конференции приняли участие учены и других городов, таких как Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, а также из зарубежных стран, Турции и США. Религиозный фактор приобретает довольно большое значение в социально-политических конфликтах и вообще в целом политике, в общественной жизни, в социальном служении, в культуре, в образовании. И мы это хорошо видим на примере Западной Европы, на примере Ближнего Востока. И, собственно, Россия является таким хорошим и ярким примером того, как развивается религиозность населения. Именно поэтому мы предложили именно такую тему. Ради того, чтобы проанализировать религиозное многообразие и показать важность религиозной свободы в современном обществе. Олег Гончаров, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации, генеральный секретарь Российской Ассоциации Религиозной Свободы, сфокусировал свое выступление на том, как российские христиане служат своим согражданам, совмещая любовь к родине, уважение к предкам и заботу о будущем страны. Он отметил, что такая гражданская позиция опирается на библейский принцип любить ближнего, как самого себя. Ильхан Йилдыс, профессор кафедры литературы философского факультета Университета Каратикина, Турция, посвятил свое выступление основным трудностям, с которыми приходится сталкиваться религиозным меньшинством, в частности в Турции. Я изучал разные религии и выпустил книгу о Церкви Иисуса Христа святых последних дней. Я издал несколько статей о разных религиях и работаю над статьей о немусульманских меньшинствах в Турции. Еще очень важным термином является празелитизм. На мой взгляд, от этого термина нужно отказываться, потому что получается такая ситуация, что когда мы что-то проповедуем, мы миссионеры, а когда нам что-то проповедуют, это празелиты. Это занимается празелитизмом, это термин с явно негативной коннотацией. Нужно то, что этот термин мешает межрелигиозному диалогу, потому что принципы этого диалога – это в первую очередь принципы толерантности, принципы доверия, принципы невмешательства во внутренние дела другой религиозной организации. И в том числе в ее миссионерскую работу. Сесил Карал Аггюн, профессор истории из Ближневосточного технического университета Анкара, Турция, рассказала об одном из направлений своей научной деятельности, связанном с миссионерством. Она является автором книги «Миссионеры мормоны в Атаманской империи», где она охватила временной промежуток с 1884 по 1914 годы. Чисто случайно я узнала о мормонах, которые жили в Турции уже много лет. Мне показалось это интересным, и я отправилась в штат Юту, чтобы узнать больше об этой религии. Мормоны чужды для турецкого общества, поэтому в своей книге «Первым делом» я объясняю, кто такие мормоны и во что они верят. Миссионерам пришлось оставить в стороне исламское население и проповедовать среди христиан армян. Политизация религии – преграда для общества. У светского общества есть преимущество. Поступление Дэйнас Ночвандера, доктора филологии из США, раскрыло телому социальной миссии Церкви Иисуса Христа с этих последних дней. Доктор Ночвандер отметил позитивное значение подобных встреч ученых-религиоведов и представителей различных конфессий, назвав их «Открытой дверью для развития религиозной свободы в современном обществе». Конференция касается роли религии в обществе. Я хотел познакомить ученых, участников с некоторыми основными принципами Евро-Англии. Как наша вера или как наша жизнь может влиять на общество.